Всем привет! Новое видео на канале. И с этого момента мы начинаем новую игровую сборочку за достаточно бюджетный прайс. Сейчас я стою и жду человека, который мне привезет блок питания на 750 ватт. Давайте начинать. Поехали! Ну вот, собственно, блок Aircool до 700. Крайняя цена продажи на ДНСе 6000. У человека он в компе был год, потом он его снял, собирал компьютер и два года этот блок не работал. Далее, соответственно, день на проверку. Сейчас подключимся, узнаем в принципе. Поэтому всегда спрашивайте время на проверку человеку без проблем. Причем продавец сам сказал, что проверьте его, пожалуйста, потому что я хрен его знает. Как-то так. Погнали дальше. Собственно, вот у нас корпус. Пока вы видите его в разобранном виде с обратной стороны. Какой-никакой кабел-менеджмент. Корпус Cougar с вентиляторами 140 спереди и 120 сзади. Сейчас будем монтировать непосредственно блок питания, который только что забрали. Что мы сейчас делаем? Монтаж материнской платы. Вопрос от подписчиков. Подготовка монтажа материнской платы. Вопрос от подписчиков. Что надо? Сначала мать ставить, а потом кулер на нее или до этого поставить кулер на мать и мать и закрепить? Итак, мы смонтировали материнскую плату. Уже боксовый кулер стоит на месте. Установлена термопаста нанесена. Продолжаем дальше. Итак, мы на этапе, в принципе, завершающих моментов. Вот так вот выглядит задняя сторона, которая будет, в принципе, скрыта. Но аккуратность присутствует во всем. Здесь какой-никакой кабель-менеджмент. Все аккуратно сложено. То есть даже то, что не видно, все сделано любовью. Вот. В принципе, по корпусу нареканий никаких нет. Все достаточно удобно. Везде пропикируются руки с отвертками, если нужно. Присутствуют моменты стяжек. Присутствуют моменты... В комплекте есть обычные стяжки пластиковые. То есть крепление дисков на две штуки. Более чем достаточно. Тройничок на подсветку кулеров. Лишние дублирующие моменты у нас убраны. Тоже все на стяжках. Здесь тоже все лишнее убрано. Как-то так. Продолжаем дальше. Монтируем карту. Так. Установлена видеокарта. Подключено все. Надо запускаться. Так. Установлена видеокарта. Подключено все. Надо запускаться. Первая стартовая. Запуск. Есть небольшие косячки. Вот у нас непосредственно вот этот кабелёчек. То есть у нас кулеры светятся, а крутятся и не крутятся. Установка Windows. Собственно, вот так вот. Пока в режиме Hatiko. Сразу вопросики. Карта тяжеленькая. Сюда нужна подставочка. Палочка. Егор нам напечатает, да, Егорушка? Устанавливаем Windows для того, чтобы все это дело завелось. Еще раз напоминаю, у нас отсутствует питание кулеров, которое делается через этот трейлер. О, нормально. Печатаем поддержку кулеров. Точнее, видеокарты. Вот у нас. Так что супер монтаж компьютеров открывается. Собственно, вот и подходит к концу наша сборочка. Все сделано. Сейчас здесь пока стоит вот такая вот интересная штучка из картона. Будет стоять специальная подставка под видеокарту. Естественно, сюда напрашивается полноразмерная хорошая мама. Ну и такая ничего. Конечно, вы скажете, кулер не светится на процессе. Ничего страшного. Пускай не светится. Сделаем светящуюся. Поменяем оперативку на 16 ГП. Светящуюся белую. Собственно, давайте вместе закроем крышечку вот этого замечательного игрового компьютера. Это ставим сюда. И, хоп, на магнитиках. А здесь у нас, соответственно, вот такая вот штучка. Сюда это все дело закручивается. И все. По поводу тестов уже проходит тестирование. Температура 65 градусов, 66 градусов, 65 градусов на карте. 109, 110, 105 FPS. В принципе, пока все стабильно. Максимум у нас 67 градусов Full HD. Неплохие характеристики. Неплохой стресс-тест. Сзади у нас выглядит это следующим образом. Напоминаю, процессор у нас Core i3 10-го поколения 10105F. Видеокарта 1070 Republic of Gamers Strix. Ну и оперативной памяти будет 16 гигабайт. Игровой корпус. Погнали. Сборка за 39 тысяч рублей. Итак, дорогие друзья. Буду заканчивать это видео. Перед вами сборочка. В принципе, игровая. Можно сказать даже, что, в принципе, это 1070 i3 10-го поколения. У нас 10105F. 8 или 16 гигов оперативки. Красивый, качественный, игровой корпус от компании Cougar, точнее. Все это дело работает. Игры тянет. CSGO от 100 кадров и больше. В среднем 120-150. В принципе, что тут еще можно сказать? Ну, SSD-диск. Это понятно. Можно поставить он за моей диск, подключить. Карта работает в стресс-тесте. Показывала результаты 69 градусов на Full HD. Разрешение в течение часа. В принципе, все это хорошо охлаждается. Корпус тихий. Точнее, компьютер тихий в этом корпусе. Кулера справляются. Можно, естественно, добавить водяное охлаждение. Можно поставить башенный кулер. Но здесь стоит дефолтный, комплектный, вроде как, кулер. От какого-то процессора. Не помню. В общем, бушечка. Сделана вот такая вот корректная подставочка. Потому что карта у нас мини-ATX. И поэтому материнская плата, точнее, чтобы это все дело не провисало. Распечатали на 3D-принтере вот такую вот штуку. Очень изящно смотрится. Все это обошлось до 30 000 рублей. Будет, естественно, продаваться с учетом сборки. С учетом какой-то коммерческой наценки. Естественно, на Авито. Если есть вопросы и будет не продано. Пишите мне либо в сообщениях на Ютубе. Либо по контактам, что есть в описании канала. Вам спасибо за просмотр. Пиши Дональдак, если досмотрел до этого момента. Ну и совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока.